Уважаемые коллеги, члены правительства, политики для того, чтобы не делать лишних ошибок, надо быть как минимум принципиальным. Когда мы говорим о кризисе и наших партнерах, надо помнить, что многие партнеры маски сняли, рукава застучили, сапоги начистили, беспилотники зарядили, и цель их не Украина и Сирия, цель их Россия, и из этого надо исходить в своей финансо-экономической политике в ближайшее время. Что касается формулы выхода из кризиса, она звучала в этом зале, и выступления президента, который призывал нас к консолидации сил на фоне происходящего, и выступления святейшего патриарха, который заявлял, что надо взять с собой и святую Русь, и великую российскую державность, и советскую справедливость, и выступления нобелевского лауреата Жореса Алферова, ибо без современного научно-технического прогресса и качественного образования все эти задачи нерешаемы. К сожалению, Дмитрий Анатольевич, в политике вашего правительства не учитывается эта главная формула вывода из кризиса страны. Многие министры, наверное, о ней и не слышали. Раскол в стране усиливается, кто бы что ни говорил. У нас 1% захватил 90% собственности, а страна продолжает нищать. Это является главным позором. 40 миллионов граждан еле сводят концы с концами. Хватает средств только надежду и лекарства. Мы обязаны все сделать, чтобы исправить это положение. Что касается озлобленности, она нарастает на глазах. Это видное по отношению к врачам и по ситуации, которая творится в некоторых самолетах. Каждый день вы видите эти ужасные кадры, которых раньше в жизни нашего общества нет. Что касается в целом кризиса, он продолжает углубляться. И на мой взгляд, если мы не сменим курс и не укрепим кадровый состав правительства, политический кризис будет неизбежен. Вы первым заявили, я помню, в Ярославле о необходимости модернизации. Мне казалось, эта линия восторжествует. Ничего похожего. Посмотрите на свои конкретные сводки. ВВП за последние 4 года упал на 8%. Мы недополучили товарной продукции на 100 триллионов рублей. Это означает 40 триллионов бюджета. Три годовых бюджета выброшены на свалку. Они включены в оборот. Если взять долг, долг уже 530 миллиардов долларов внешний, это на 150 миллиардов больше, чем золотовалютные резервы. Вы понимаете, что это такое при нынешней политике главного глобалиста в Америке. Если посмотреть на общественное настроение, одни живут в интернете, вторые живут в телевидении, а реальность направлена на дестабилизацию происходящего, уже появился новый фюрер. Я имею право об этом говорить. Я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина, он мой сосед, и никогда не думал, что мы доживем до тех дней, что не бережем свою страну и не выполним наказ избирателей сохранить единые союзные государства. Главная, на мой взгляд, ошибка – нет нормального управления в стране. Президент довольно эффективно занимается международной политикой, силовики борются с преступниками, у них огромная работа, стараются делать это профессиональное дело, а правительство, особенно финансово-экономический блок, ползет по Ельцинско-Гайдаровской колее и отрицает одну идею от другой. Все крутится у них вокруг сводки текущего дня, но сегодня текущий день даже не может прокормить нормально. Правильно, вы гордитесь, хлеба вырастили больше, но ни в одном магазине он не стал ни на копейку дешевле, а люди потеряли в доходах за три года примерно 20%. Тогда почему, если хлеб есть, гоним за кордон, а у себя не можем отрегулировать нормальные цены? Поэтому мы должны все сделать, чтобы исправить ситуацию. Мы к этому подходили абсолютно прагматично и конструктивно. Назову некоторые идеи. Мы предложили отработать стратегический план. Вы все поддержали, приняли закон. Для того, чтобы отработать, надо предложение собрать со всей страны из каждого субъекта. Оттянули это на 2018 год и опять барахтаемся в текущих проблемах. Но разве такой гигантский корабль, как наша страна в 11-часовых поясов, может работать и смотреть вперед без соответствующих компасов и стратегий? Китайцы приняли две стратегии, два по 100 к столетию компартии и к столетию образования республики. Смотрите, какими темпами дуют. Кто нам не дает поучиться у них? Первый квартал 7 с лишним процентов промышленность, а у нас в февраль в февралью по ВВП минус полтора процента. А вы говорите, у нас все хорошо. Совсем это не так. Наука и образование. Но все в мире идиоты знают, чтобы провести модернизацию, надо минимум вкладывать в науку 7% образования, 7% от АВВП и примерно столько здравоохранения. У нас-то это в два с лишним раза меньше и продолжаем корчиться в этих тисках. А посмотрите, с этим ЕГЭ новая министра взялась, ее со всех сторон стали калашматить. Калашматить за что? За то, что она решила вернуть школе доброе русское и советское имя, за то, что мы лучше всех решали задачи. За этого ее калашматить. Это те калашматят, кто ничего не понимает в образовании. А если посмотреть, мы же создали уникальное учебное заведение у Алферова. Школа, институт, академия, опытное производство. Почему сидят и не уведряют это хозяйство? Фильм отснят великолепный на эту тему. Народные предприятия. Вы же сами помогали, когда Маркелова отгоняли от нашего лучшего хозяйства. Но стало, Звениговская стала чемпионом в Европе, а не только в нашей стране. 13 миллиардов, общий оборот, миллиард. От них только налогу заплатили. Почему у нас великолепный фильм лежат? И по этому, и по Белоруссии, и по народным предприятиям других регионов. Почему я не могу два года вас уговорить показать 25-минутный фильм? По три часа идет паранойя вечером, уже страна не в состоянии спать нормально. Почему вы не хотите показать, как умные, образованные, современные люди двигают вперед производство? Вот Грудинин сейчас дает школу миллиард 200 миллионов, миллиард 200 миллионов, ни одной копейки не брал. Сходите, посмотрите на это чудо. Вот рядом, не надо далеко ехать. Звали, показать, не хотят. Похоже, я уговорил президента, он там госсовет собирается проводить, ну посмотрим. ЖКХ, что бы кто ни говорил, в Хрущевках живет 40% населения. Они решили свою проблему. Но сегодня, кто бы что ни говорил, если вы не утроите вложение в ЖКХ, это будет атомная бомба, которая взрывается в каждом городе. У нас уже в этом году дефолт коммунальный, Воркута, Пенза, Красногор здесь под боком. Неужели вы не чувствуете эту жуткую опасность? У нас страна стоит на миллионе километров трубопроводов разного сечения, от магистральных до квартальных. 600 тысяч сгнило. Они не будут ждать и смотреть на цвет вашего партийного билета. ЖКХ требует особого подхода. Здесь он такой стандартный, текущий, он не решает ни одной проблемы. Не решает. Москва проявила инициативу, правильно сделала? Но без поддержки всех регионов, без соответствующих программ от Владивостока до Калининграда невозможно решить. Это нужна общенациональная государственная программа, и мы ее в состоянии решить. Если взять коррупцию. Вы тогда звонили Маркелову, я вам благодарен, когда отогнали от нашего хозяйства. Ну, на него вот такая стопка лежала. Силовики все подтвердили. Что ж вы ждали, пока он проворуется до такой степени, что невозможно терпеть больше? Но это тоже ненормально, когда за одним другим садятся губернаторы. Это авторитет власти, лучшей и главной власти, которой каждый день граждане общаются. Вот работайте кадровую политику. У нас была гениальная кадровая политика. Куда вас нормальные люди подевались? Почему вы не хотите никому прислушаться ни слева, ни справа и так далее? Что касается партийного строительства. С вами обсуждали, Жириновский помнит, Миронов помнит. Мы вам объясняли, в мире 3-4 политических течения. Все остальное от лукавого. Как развивалась Америка, как Англия, как Китай, как Франция. У нас сейчас 77 партий. Сидит цик и думает, какой изобрести папирус, чтобы он влез для того, чтобы технически определить результаты голосования. Но это такой идиотизм, который не хочет скомментировать. Почему его не хотят устранить? И таких много вопросов. Но хочу, чтобы вы почувствовали. Еще раз, пятый раз вам заявляю. Нас не взяли ни Батыни, ни Наполеоны, ни Гитлеры. Добавьте минуту, я сейчас закончу. Нас раздолбили русофобией, антисоветизмом и национализмом. Объединяюсь, это хуже термоядерного оружия. Гляньте на Украину, посмотрите вокруг. Идем к столетию. Это не только мой праздник. Это гениальный эксперимент в мире, который спас распавшуюся империю. Который собрал ее на съезде вместе. Ведь империя распалась на 47 территориальных квазиобразований. Собрали. Шесть заводов за 10 лет построили. Победили. В космос прорвались. Но давайте вместе готовиться к этой уникальной дате. К нам приедет 150 стран и лучшие государственные деятели и парламентарии, ваши коллеги. Это наш общенациональный праздник. Вам в любом случае придется возвращаться ленинско-сталинской модернизации. Изучать опыт реформ Китая. В любом случае. Нам надо взять то, что нас учили и тут говорили. Святую Русь, Великую Державность, Советскую Справедливость. Тогда можно преодолевать трудности. А так пока ваше правительство работает очень слабенько. Если у вас дальше будет сидеть кудрины и подобные, просто обвалимся. Нельзя этого допускать категорично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова